Здравствуйте! На библейский портал «Экзегит» поступил такой вопрос. Является ли дьявол вездесущим? Вездесущим является безусловно только один. Тот, который и Всевышний, и Всемогущий, и Вездесущий и так далее. Это Бог, Аллахим. Он Вездесущий. И кроме Него больше никто не является Вездесущим, и ничто не является Вездесущим. Все остальное имеет некоторую ограниченность. Мы, живя в материальном мире, знаем ограниченность пространства, ограниченность времени, ограниченность различных возможностей. Я вот, например, не могу поднять 200 килограмм, да уже и с места-то их сдвинуть нелегко. Вот. То есть мы знаем ограничения. И дьявол, как существо, никогда Богом сотворенное, только Бог не дьявол, а сотворил одиницу Люцифера, ангела, несущего свет, он тоже ограничен. Так же и демоны, падшие духи, они, конечно же, все ограничены. Так же и люди, все тоже ограничены. Даже величайшие святых тоже ограничены. Мы можем быть не ограничены. В каком случае и как? В Боге. Есть такие слова. Верующему все возможно. Не потому, что я все могу, а я верующий человек. Бог все может. А я лично, конечно же, нет. Если я позволяю всемогущему в себе действовать, да, то это может быть. Ну, мы знаем, действительно, такие случаи из Священного Писания. Ангел восхитил Филиппа, и он был на одном месте, оказался на другом. Священное предание говорит нам о подобном же случае, когда апостолы были собраны в Иерусалиме при Успении Божией Матери. То есть, такие случаи возможны. У Бога нет ничего невозможного. Но вездесущий, конечно, только Бог. И когда мы говорим о дьяволе и о демонах, то это тоже очень важно. Потому что многие люди, они не столько верят в Бога, сколько в демонов. И вера многих людей не столько вращается, как колесо вокруг оси, не столько вращается вокруг Христа, сколько вокруг демонов. Демоны есть. Они существуют. У них есть большие возможности. Большие возможности есть у человека. Большие возможности есть у электромагнитного поля, есть у воздуха, есть у чего угодно. Бог все, что сотворил, наделил какими-то возможностями. И эти падшие духи, они имеют какие-то возможности, которые еще не будучи падшими, они от Бога получили. Теперь они падшие, и они злоупотребляют этими возможностями. Ну, как скажем, вор, он же имеет много возможностей, умственных, физических, но будучи вором, он их употребляет уже на плохое дело. Так и демон хорошие возможности, полученные от Бога, употребляет на плохие дела, в которых он существует. Таким образом, дьявол и демоны ограничены. Их возможности не бесконечны. Да, они могут многое. Да, есть пророки, говорящие от демонов. Есть одержимые демонами, которых Господь Иисус, например, освобождал. И верующим дал власть, что верующие будут именем Моим изгонять бесов. Это говорит Христос верующим. То есть не бесы будут изгонять верующих. Что у нас нередко получается, люди даже готовы сменить квартиру, переехать или еще что-то. По причине, что там живет колдовка, там живет еще кто-то. То есть, получается, бесы гоняют верующих. Верующие имеют власть изгонять бесов. Эти существа ограничены. Но они имеют свою силу и мощь. То есть, эти существа не те, с которыми можно шутить, входить в контакты, ими пренебрегать и их недооценивать. Ну, скажем, в любом государстве есть, скажем так, правоохранительные органы. Ну, потому что есть злодеи. А поэтому и полиция есть, и еще много чего есть. То есть, общество как-то знает, что не время расслабляться. Так и здесь. Не время расслабляться. Наша брань не против плоти и крови, говорит апостол Павел Кефесянам, но против духов злобы поднебесных. Поэтому христианин, он имеет возможность жить светло и радостно. Выпование на Господа. Господь – великий экзорцист. Господь изгонял демонов. Господь дал нам возможность и право. Все даем вам власть наступать на змей и скорпионов. Именем моим будете изгонять бесов. То есть, человек христианин, он знает, что он находится в состоянии брани, не расслабляться. Но он знает, что аз есм с вами и никто же на вы. Что Господь с нами и никто против нас. Поэтому не должно быть паники. Должно быть спокойное хождение пред Богом. И с Богом, с именем Христа побеждается эта сила. Да, она может проникать в наше сознание. Могут быть греховные помыслы. То, что Святые Отцы называют прелогом. Вообще не моя мысль, а мысль ко мне пришедшая от нечистого. Мое дело только ее не принять и молитвой изгнать. То есть, все это действительно имеет место быть. Есть порочные страсти, которые тоже не без демонического воздействия. Много чего есть. Но Христос пришел сокрушить дела дьявола. И он их сокрушил. Он наступил на главу древнего змея. И мы находимся не в том блаженном состоянии, когда демонов уже просто нет. Мы находимся в состоянии брани. Духовной брани. Всю жизнь они искушают еще и на смертном адре. Об этом Святые Отцы тоже говорят. Но при этом мы не паникуем. С нами Бог. Христос сокрушил их. Они не всемогущие, не всеведущие, не вездесущие. И они могут быть изгоняемы силой и именем Иисуса Христа, и силой животворящего креста Господня. Чем-то поможет нам всем Бог. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok